Далее, издалек глядим друг на друга и любим друг друга. Я даю ей жизни тепло, а она мне смысл существования. Назовите их. Кошка, что ли? Земля и солнце? Земля и солнце? Я даю ей жизнь солнце и земля. А, да. Она мне смысл... Понятно, дальше. Что еще? Луна и земля. Кто-то издалека друг на друга... Жизнь и тепло, а она смысл... Костер. Фонарь, свет. Свечай, огонь. Далеко от друга... Я даю ей жизнь. Голова и тело. Деркло, ради чего существует источник тепла. Жизнь не дает, но фонарь бабочке жизнь. Голова и тело еще. Ну что, не такое? Душа и тело. Они не издалека друг на друга смотрят. Источник тепла, еще что-то какая-то вещь. Печка, очаг. Какие-то два далеких парных вещей, которые не могут существовать друг без друга. Да. Свеча и подсветка. Типа голова и пятка. Огонь. Огонь. Вода. Море. Растения. Море, река и озеро. Море, солнце. Солнце придумал. Господин ведущий. Да, прошу. Сергей Николенко будет отвечать. Сергей Николенко, прошу вас. Мы считаем, что это земля и солнце. Солнце дает земле жизни тепло, а земля, населенная разумными существами, осмысляет существование солнца. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Солнце и земля. Сергей Николенко, пятое очко приносит своей команде. Николенко, не понял. И счет 5-4 в пользу знатоков, а игра у нас 106 очков. Уважаемые телезрители, следующая игра в нашем клубе состоится не в субботу, а в воскресенье, 19 апреля. Играть будет лучшая команда двух последних лет, команда Андрея Козлова. Господин Козлов, господин Капустин, господин Силанчик, добрый вечер. Господин Капустин, пользуясь тем, что вы к нам приехали в гости, я хочу предоставить вам возможность получить приз для своей команды от компании Форекс Клуб. Господин Козлов, не подсказывайте. Выберите из пяти основных валют любую пару и дайте прогноз, какая из них вырастет относительно другой в течение следующей недели. А наши национальные можно выбирать? Очень смешно, господин Капустин. Там все нарисованы на экране. Евро упадет относительно доллара. Евро упадет относительно доллара. Оправдается ли ваш прогноз, узнаем в следующее воскресенье. Господин Козлов, а так как я вас лишил прогнозы, у меня к вам другой вопрос. А как вам игра команды сегодня? Вот какое у вас ощущение? Ну я скажу, что бывали и лучшие игры у этой команды, без сомнения. Ну вот как-то, вы знаете, вот я не могу придраться даже по продуктивности в результате. Но вот как-то, да, как-то вот такое впечатление, что они как-то как в замедленном темпе. Ну, во-первых, это случается. Уверяю вас, что ни один игрок не садится за игровой стол, думая, что я буду играть в замедленном темпе. Потом иногда что-то происходит. В конечном итоге в историю входит счет на табло, а не качество игры. В этом смысле всегда осуждали Лобановского, что он как раз за красоту игры тоже не наблюдал. Но он приносил результаты из сборной сельскохозяйственной. Благодарю вас. Из сборной сельскохозяйственной. Господин Кусельников, а у вас какое мнение? Нет, мне кажется, нормальная команда играет. Нормально? Вам нравится? Да. Да, господин Поповский, а вам? Мне кажется, интересная игра сегодня все-таки. Вам нравится? Да. Но у вас вообще вторую игру вы смотрите вживую. И какая из этих игр вам больше понравилась? Или это зависит от конечного результата? Вы знаете, эта игра еще не закончилась. Ну что ж, вы правы. Десятый раунд. Посмотрим, чем она закончится. Итак, если команда Елены Потаниной сейчас выиграет, возьмет шестое очко, она станет главным претендентом на выход в финал весенней серии. Ну, а если она сегодня в итоге проиграет, то окажется на последнем месте нашего рейтинга и полгода уж, по крайней мере, играть не будет. Елена, вы за какой вариант? А вы как думаете? Это был такой риторический вопрос. Майя. Против вас играет студент Арсен Пономарев. Село Майя, Мегино-Кангаласский Улус, Республика Саха. Госпожа Потанина, вы знаете, что такое Улус? Нет. Это территориальная единица в Якутии, вроде нашего района. В одном случае якуты говорят, радуются ворон, а в другом радуется собака. Внимание, вопрос. О каком событии так говорят якуты? Чему радуются эти животные? Типа погода с мясом что-то? Это с мясом что-то. Олей умер. Нет, ворон умер. Собаке свежее мясо нужно. Может быть война, не знаю. Воин вернулся живой, собака радуется, а ворон погиб, ворон радуется, что есть. Ворон погиб. Якуты воины, хорошие. А почему нам спросили, вы знаете, что такое Улус? Я думаю, просто... Ребята, если с погодой что-то... Не может быть про территорию что-то, что ворону легко лететь или собаке легко бежать? А собака радуется длинному днём. То есть не зол какой-то? У них там и чёрные дни есть, и белые ночи. Ворон не летает. Ребята, что любят вороны? Мясо. Мясо. Трубаки. Больше ничего не любят. То есть и ночью он не летает, Сережа. Радуются воронам? А собаки что любят? Какое событие? Что событие? Если с мясом, давайте ещё события придумаем. Олень умер. Олень умер. Да, побили олени. Упал. Вот, всё, он вёз, вёз, у этого и упал. Олень умер своей смертью, олень умер не своей смертью. В чём разница между событиями? Да, в чём? Ну, смотри. То есть в любом случае какая-то смерть, только нужно понять, воина или болея. Хорошо, а если собака умерла, ворон радуется. Итак, у вас есть дополнительная минута, вы её берёте? Да, господин, только, пожалуйста, повторите нам весь вопрос ещё раз. Хорошо. В одном случае якуты говорят, радуется ворон, а в другом радуется собака. А вопрос, о каком событии, так говорят якуты, чему радуются эти животные? Случаи, которые может случиться... Смотрите, а если затмение лунное и солнечное? Что ещё? Какие такие парные события? Нет, случай, в котором может случиться... Ребята, я хочу разобраться с мясом. Будут ли они говорить про оленя, вот если это поговорка сама? Олени могут... Олени убили, радует собаку мясо свежее, да? Олень... Олень... Останец, да, охоте убили. Хорошо, давайте ещё что-то придумаем, вообще, другого. Давайте... Про захмение. Нет, событие, которое может закончиться двумя случаями, садки... Да, да, вот должно быть одно событие, которое... Орёл-решка, типа, орёл-решка, типа, орёл-решка упала. Ну, скажи, хорошее, плохое. Слушай, это интересно, потому что там орёл живёт. Просто орёл-решка, что ли, ты думаешь? А слушай... Собаки будут ездовые ещё. Да. Нет, события, события, это не события орёл-решка. Всё, давайте, ездовые собаки ещё с этим связаны. Кинули монетку, это события. Какие-то вадьбы, какие-то праздники. Сын и дочь родились. И что, и кто радуется? Ворон, ворон дочери. Ну, ворон сын, он умрёт на войне, а собака не знаю почему, она кормит... Итак, прошу, кто отвечает? Михаил Малкин. Прошу, Михаил. Итак, нам кажется, что случай, когда ворон радуется, это если олень умер своей смертью, вороны любят падаль. А собака радуется, если охотник убил оленя на охоте, принёс домой свежее мясо и покормит собаку. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Действительно, Эдуард Шагал совершенно справедливо говорил, что должно быть какое-то событие, как Орёл и Решка, либо-либо. Якуты говорят, ворон радуется, если родился мальчик. А будущий охотник будет охотник, будет ворону чем поживиться после охоты. Как говорил Эдуард Шагал. Эдуард, только, по-моему, вы бы запутались, в каком случае кто. А собака радуется, если родилась девочка, будущая хозяйка. Будет хозяйка, будет еда у собаки. Это событие рождения ребёнка. 5-5. 50 тысяч рублей от Финбанка получит Арсен Пономарёв. Село Майя. Из Икутии, короче говоря. Это было обидно. 11-й раунд. Господин Сидниев, сколько было случаев, да, когда она в конце второй минуты обсуждения рождалась версия, и надо же было такое её не выбрать, а? Ну, я думаю, что им как раз времени не хватило. Было бы чуть больше времени, они бы выбрали эту версию. Просто поздно родилась, да? Я родилась. Господин Друсь, а на самом деле, какой у вас рост? Вы знаете, если Барик Мартирощан так обещал на вопрос, который мы задают здесь, у нас он уже давно имел сов. У меня рост ровно 178. Вышний Волочок. Против вас, да, счёт 5-5, это решающий вопрос, всё зависит от вопроса Владимира Сайкина из города Вышний Волочок, Тверской области.